7 декабря 1732 года в Лондоне был открыт Королевский оперный театр «Ковенд Гарден». Открыл его театральный деятель Джон Рич. Первым спектаклем на сцене была постановка по пьесе Уильяма Кунгрива «Так поступают в свете». Здание театра за всю историю дважды горело, потому серьезно перестраивалось. Сегодня от прежнего здания остался зрительный зал, вместимостью 2300 человек, оформленный пурпуром и золотом, и часть фойе с лестницей и кафе-холлами. Все остальные помещения были построены заново. 7 декабря 1944 года была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, также известная как Чикагская конвенция. Документ стал основным источником воздушного права. В частности, конвенция установила правила перелетов гражданской авиации над территорией стран-участниц, обозначила стандарты международных полетов. Изначально конвенцию подписали 52 страны, ратифицировали ее спустя три года, то есть в 1947 она официально начала действовать. Россия присоединилась лишь в 1970 году. В честь подписания исторического документа 7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации. В этот день в 1926 году родился Петр Вильяминов. Жизнь этого большого артиста была полна парадоксов. Потомок древнего аристократического рода он воплотил в советском кино образ коммуниста. Коренной москвич, он практически все молодые годы жил в провинциальных городах, переезжая из одного театра в другой. У него не было актерского образования. Профессиональному мастерству он обучался в культурно-воспитательной части ГУЛАГа, где отбывал в юношестве срок по политической статье. И между тем Вильяминов завоевал буквально всенародную любовь. Его мужская стать, природная интеллигентность, обаятельный прищур покоряли и режиссеров, и зрителей. День рождения сегодня отмечает актер и музыкант Сергей Мазаев. Солист группы «Моральный кодекс» родился в 1959 году. Несмотря на свою популярность, Мазаев практически не гастролирует по России. Он предпочитает выступать с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Артист владеет сразу несколькими музыкальными инструментами. Играет на гитаре, кларнете, флейте. И глубоко убежден, что каждый человек должен иметь начальное музыкальное образование. В этом году певец удивил критиков и поклонников. Лидер группы «Моральный кодекс» выпустил альбом «Песни Родины», в котором собрал любимые песни советских композиторов «Услышь меня, русская зима», «Тополя» и другие.